Привет, мой маленький Желжик! Ты видишь и слышишь Алексея Халецкого, это значит, что ты на канале Лёша Играет, и впереди тебя ждёт рейтинг цивилизаций в Сидмерс Цивилизation 6. Пояснение. В каждой серии три цивилизации. Мы разбираем особенность цивилизации, особенность лидера, уникальный юнит и уникальные улучшения района и здания в зависимости от того, что там у них есть. Цивилизация получает одну из четырёх оценок. Сильная. Это значит, что во всех ситуациях за эту цивилизацию офигительно играть. Средняя. Где-то хорошо, где-то плохо. Слабая. Особенности этой цивилизации, к сожалению, не помогают выиграть. И, наконец, сломана. Это означает, что особенности этой цивилизации фигово сбалансированы с механиками игры. Не забудьте поставить лайк, подписаться, нажать на колокольчик и поехали! Инки впервые появились в третьей части Seedmare Civilization 3. Там был Почекуток, в четвёртой Уайна Капок, в пятой и шестой снова Почекуток. Просто имя такое приятное Почекуток. Появляются инки в горах. Вот постоянно их на эти горы, что, естественно, конечно же, все знаменитые города инков в горах находятся. В шестой цивилизации выше шанс появиться в горах, кроме инков, есть только ещё ни у кого. То есть инки, если они есть в партии, будут всегда рядом с горами. Различие только в том, что шанс появиться рядом с горами, которые находятся в лугах, равнинах и пустынях, намного выше, чем в горах со снегом. Хотя небольшой такой тоже имеется. Сделано это понятно для того, чтобы воспользоваться способностями цивилизации. Называется она мета. Жители могут обрабатывать тайлы с горами. То есть имеется в виду не рабочие, которые могут залезть на горы и их обрабатывать, а жители, которые в городах. Вот эти зелёненькие человечки. Ни одна другая цивилизация в шестой цивилизации это сделать не может. Изначально тайлы с горами дают всего лишь два производства. Потом при выходе в индустриальную эру ещё одно производство. Кроме того, каждая терраса, это уникальное улучшение инков, о чём чуть позже, тоже даёт одну еду каждой горе. Казалось бы, не очень большой бонус, но на самом деле, во-первых, вы можете террасы так расположить, что горы будут неплохо еды давать вместе с производством. А во-вторых, после добавления в шестую цивилизацию района заповедник, эта способность заиграла новыми красками. Заповедник даёт тем больше всяких бонусов, чем больше престиж клеток. А горы это то, что в игре даёт больше всего престижа окружающим клеткам. Получается, что комбинируя заповедники с террасами, вы можете добиться от гор очень серьёзного выхлопа. И по идее, и по производству, и по науке, и по деньгам, и культуре. Этому поможет и способность лидера. У пучакуток она называется Капахньян. Даёт плюс одну еду за каждую гору в городе отправления торговым путям, а также способность строить улучшение Капахньян. Ну, грубо говоря, это тоннель, который строится просто раньше, чем у других цивилизаций, а именно после открытия международной торговли. То есть практически в самом начале игры. И здесь тоже у инков есть небольшой чит. Дело в том, что юниты через тоннели практически телепортируются, тратя 2 очка перемещения. Но если цепочка гор длинная, ну, например, там, на 10 клеток, и вы в начале ставите тоннель, и в конце тоннель, то юнит эти 10 клеток за один ход просто пролетает. А так как инки в горах находятся, то они могут мгновенно перемещаться по своей территории. Пользуйтесь, если не знали. Уникальное улучшение инков терраса, опять же, помогает сделать горы мясистыми. Строить их, правда, можно только на холмах, но, само собой, рядом с горами всегда много холмов, так что проблем с этим не будет. Терраса сама по себе дает одну еду и одно жилье, а также по одной еде за каждую соседнюю гору. Кроме того, на террасы действует и бонус соседства ферм. Вот знаете, если вы три фермы рядом поставите, то плюс одну еду каждая ферма получит. То же самое и с террасами. Кроме того, рядом с акведуком они плюс два к производству получают, и плюс одно производство с любым источником пресной воды. Ну и, наконец, уникальный юнит. Тут немножко все похуже. Вороках он называется, заменяет стрелков-разведчиков, и в отличие от последнего, у Ворокаха сильнее дальний бой, 40 вместо 30, и дополнительная атака в ход. В принципе, конечно, неплохо, то есть два раза по 40 ударить приятно, но все-таки вряд ли вы увидите атаку этими самыми Ворокахами, потому что в тот момент, когда они появляются, есть юниты и посильнее, и захватить ими кого-то, как мне кажется, не особо получится. Мои зрители за инков отдали почти 8% голосов и поставили их на 14 место. Вот что, например, пишет зритель под ником Бурик. Инки довольно неплохая нация в игре. Очень легко расширяются города. Лично у меня в одном из них было 37 населения. Причем при наличии кучи холмов в пустыне или в тундре, нормальный город можно сделать и там. Способность обрабатывать клетки гор тоже очень классная, горы становятся более полезными. Еще туннели на ранней стадии игры позволяют спокойно проходить через горы насквозь. Прачники, конечно, не прям супер имба, но тоже неплохой юнит. Соглашаюсь со зрителями, ставлю инкам оценку сильно. Кто-то может из вас возразить, что инки очень зависят от гор. Но дело в том, что сколько ни я не играл, сколько не видел, как другие играют за инков против меня, никогда у них проблем с горами не бывает. Даже на морских картах. Может быть, если поставить какой-нибудь возраст мира совсем уже старый, тогда может быть. Но никогда я не видел, чтобы у инков было или слишком мало, или недостаточно гор. Да, немножко не такой геймплей, как за другие цивилизации. Надо заранее очень хорошо продумать, где у вас будут террасы, где заповедники, а где кампусы или священные места. Все они спорят за место у гор. Но с течением развития инки будут очень хороши. И действительно, мало у кого города вырастают так сильно, как у этой цивилизации. Если еще не пробовали за инков сыграть, то попробуйте. А я иду дальше. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров «Жевжиков Патрициев», а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Суперспасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Испания впервые появилась в Sid Mears Civilization 2 и с тех пор отмечается в каждой части серии. Правда, почему-то лидеров у испанцев всего два. Во второй и шестой части это Филипп Второй, в третьей, четвертой и пятой это Изабелла. Мне все-таки кажется, что можно было и побольше найти. Поразнообразнее. Место появления у испанцев прописано рядом с геотермальными источниками. Что несколько странно, потому что у испанцев нету никаких бонусов на них. Например, даже у той же Венгрии, у которых как раз есть бонусы на геотермальные источники, шанс появления ниже рядом с ними, чем у Испании. Я могу только предположить, что это связано с бонусами на разные континенты, а геотермальные источники где-то на стыке континентов и генерируются. Уникальная способность цивилизации называется Серебряный флот. Во-первых, можно создавать флоты и армады после открытия цивика меркантилизм, а не после национализма и мобилизации, как все остальные цивилизации. Кроме того, все торговые пути дополнительно имеют плюс три денюжки, плюс две веры и плюс одно производство. Этого мало? Так эти бонусы еще и утраиваются, если торговые пути проложены между городами на разных континентах. Все еще мало? Тогда при основании городов на недомашнем континенте вы получаете бесплатного строителя, а города, вот эти самые на другом континенте, плюс 25% к производству. Я не знаю, по какой причине так щедро испанцам отсыпали в одной способности всего, но, согласитесь, очень круто звучит. Даже если вы не будете основывать города на другом континенте. Кстати, кто не понимает, что означает домашний континент, просто тот континент, на котором основана ваша столица. Но, тем не менее, разработчики считают, что этого мало, и еще наваливают в способности лидера Филиппа II. Она называется Искореал и дает плюс пять боевой мощи боевым и религиозным юнитам против игроков с другой религией. Инквизиторы могут очищать от ереси на один раз больше. Кроме того, они очищают 100% чужой религии в городе. Слава богу, инквизиторы работают только на своей территории. Но хоть уникальное улучшение, не имба. У испанцев она называется Миссия. Ее можно строить на ровной местности и на холмах. И она дает две веры, плюс одну науку, если рядом с кампусом или священным местом. Плюс еще две науки после открытия цивика культурное наследие. Ну и традиционно, если на другом континенте, то плюс две веры, плюс одна еда и плюс одно производство. Не скажу, что совсем уж плохое улучшение, но согласитесь, по ситуации. И, наконец, уникальный юнит, вездесущий конкистадор. Он постоянно, этот конкистадор у испанцев в уникальных юнитах, заменяет мушкетера. Открывается в той же технологии. Чуть-чуть дороже в производстве на 10 молоточков, но зато требует в два раза меньше селитры. Кроме того, у него сила на 3 больше, 58 вместо 55. А вот две его фичи такие, плюс 10 боевой мощи, когда он на одном тайле вместе с религиозным юнитом, миссионером, апостолом, инквизитором. А когда он захватывает город или находится рядом с захватываемым городом, то он конвертирует автоматически этот город в религию игрока. Несомненно, плюс 10 к боевой мощи вместе с религиозным юнитом это круто. В шестой циве эти плюс 10 всегда очень сильны. А если это еще и сложится со способностью лидера, плюс 5 против войск иноверцев, то плюс 15 это очень страшно. Единственное, как я считаю, проблема конкистадоров в том, что они очень медленны. То есть они двигаются как обычные рукопашные юниты. Но это нисколько не умаляет их силы. Конечно же, конкистадоры очень крутые. Мои зрители оценили Испанию примерно так же, как инков, отдав чуть больше 7% голосов и поставив Испанию на 17 место. Вот, например, что пишет Стас Максимов. «Испания потужна страна, которая в 4 из 5 раз попадается на сплите континентов, принимая крестовый поход и конкистадоров с религиозным юнитом. Они просто монстры. Играя за Испанию, было много претензий и войн, пришлось пускать внутренние караваны, которые давали больше производства и денег». Раулан добавляет, с новым балансом пришел бан на Испанию. Хорошие места часто на стыке континентов. Конкистадоры, которые бегают с миссионерами, так еще и на море армады испанцев. Часто у Испании крестовый поход. Поэтому воевать с испанцем, у которого может спокойно быть сила юнита на 15-20 больше, чем у тебя, обычное дело. А как он отжирается караванами? Соглашусь с моими зрителями, ставлю Испанию оценку «сильно». Причем довольно приятная цивилизация в любом случае, на любой карте. Даже если у вас нет других континентов. Все ее способности будут работать всегда. Хотите воевать? Вот вам конкистадоры с очень сильным бонусом в виде религиозных юнитов и способностей лидера. Не хотите? Вот вам караваны, развивайтесь. Так что да, сильная цивилизация. А я иду дальше. А у нас, ребята, новичок. Никогда до шестой части Цилы Канада не появлялась в играх серии. Вместо ее появления прописана Тундра. Да, есть еще одна цивилизация, которая, по мнению разработчиков, Цилы должна появляться в Тундре. Это Россия, но шанс появиться в Тундре у Канады намного выше. Потому что все ее способности на Тундру и Снега заточены. Способность цивилизации называется «четыре лика мира». Канада не может объявлять войну городам-государствам и внезапную войну другим цивилизациям. Правда, и другие цивилизации тоже не могут объявлять внезапную войну Канаде. Что такое внезапная война? Это когда вы без осуждения объявляете войну. Напомню, после осуждения должно пройти как минимум пять ходов, чтобы вы могли объявить официальную войну. Так что Канада всегда может подготовиться. Единственное исключение – это война Золотого века. Тогда вы можете объявлять войну на следующий ход. Кроме того, плюс одно мировое влияние в ход за 100 туризма в ход и плюс 100% мирового влияния за успешное выполнение кризисов и соревнований. Значит, можно попробовать в дипломатическую победу сыграть. Способность лидера Вильфрида Ларье называется «такого Запада больше не будет». Позволяет Канаде строить фермы в тундре, а после открытия цивикостроительная инженерия и фермы на холмах в тундре. Кроме того, все рудники и лесопилки в тундре и снегах получают плюс два производства, а фермы и лагеря в тундре и снегах плюс две еды. Кроме того, ресурсы в снегах и тундре добываются больше на 100%, ну то бишь в два раза больше. Ну а чтобы вы быстрее эти клетки присоединяли, то стоимость покупки тайлов с тундрой и снегом дешевле на 50%. Так что цивилизация полностью заточена на игру через тундру с огромными возможностями в этом плане. А так как есть еще и пантеон на тундру, как вы помните, то можно и священные места офигительные поставить. Уникальное улучшение канадцев называется «каток». Что творят канадцы? Было бы классно, если бы там еще он ставился и можно прям за хоккейными матчами было бы наблюдать. Так вот, ставится он только в тундре или на снеге, и каток можно иметь один на город. Он дает плюс одно счастье и два престижа. Также плюс одну культуру за каждый соседний тайл со снегом, снежным холмом, тундры или тундры с холмом. Плюс четыре культуры рядом со стадионом. А также плюс две еды и плюс два производства после открытия профессионального спорта. Стесняюсь спросить, ну ладно, производство там хоккеисты, но как они еду на катке вырабатывают, я не понимаю. Они там в фарш кого-то метелят своими клюшками, наверное. В общем, очень неплохое улучшение на самом деле, потому что и счастье дает, и много культуры. Жалко, что только одно на город можно поставить. Уникальный юнит «Конная полиция». Никого не заменяет. Можно строить после открытия цивика охрана природы. Пять очков перемещения, 62 силы в ближнем бою. Плюс пять боевой мощи при сражении в радиусе двух тайлов от национального парка. И плюс пять дополнительной боевой мощи, если национальный парк принадлежит Канаде. А также два заряда на постройку национального парка. Ну, странный, конечно, уникальный юнит. Опять же, вряд ли вы им будете воевать. Потому что, когда вы откроете цивик охраны природы, есть и другие более мощные юниты. Тут скорее приятно, что им можно национальные парки построить. Но есть еще одна проблема. Это «Конная полиция» никуда не апгрейдится. То есть это все финальный юнит. И никого в нее невозможно проапгрейдить. Только построить. Зрители мои отдали Канаде ровно пять процентов голосов. И она заняла 21 место. Вот что пишет, например, Николай Михайлов. Против компьютера на божестве очень приятно играть за Канаду. Потому что из-за особенностей цивилизации комп вообще никогда не нападает. И можно спокойно развиваться, даже если в соседях Ацтек. Ну, я с этим не соглашусь. На божестве компьютер частенько вас осуждает. А так как он вас осуждает, то через пять ходов и может напасть. Да, против других цивилизаций они могут напасть и без осуждения. Но я играл за Канаду и компьютер на меня нападал, действительно. Кроме того, в отличие от гор, тундра не так уж постоянно и много генерируется на карте. Я видал Канаду, которая играла без тундры. Не часто, не часто, но такое случается. Тем не менее, цивилизация очень приятная. Найдите на канале, у меня есть ФФА-партия за Канаду. Очень необычная тогда партия получилась, интересная. И я все-таки думаю поставить Канаде сильно. Тут я размышлял между сильной и средней, но вспомнив все игры, вспомнив, как люди развивались, все-таки это сильная цивилизация. Так что Канада сильно, а ваше мнение, конечно, хочу увидеть в комментариях. Вот и подошла к концу седьмая серия рейтинга цивилизаций. Обязательно посмотрите все предыдущие, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Там тоже много всего интересного. Ну и, конечно же, поставьте лайк и откомментируйте это видео. А еще лучше поддержите канал спонсорской подпиской или суперспасибо конкретно этому видео. Довольно много людей прислало мне через PayPal денежку с пометкой, что это конкретно на рейтинг цивилизации, поэтому я так подсобрался и этот выпуск сделал побыстрее. Я действительно чувствую вашу поддержку и это вдохновляет меня в это тяжелое время поддерживать вас этими видео. Надеюсь, я помог вам расслабиться, отвлечься, играйте в умные игры. Слава Украине, живи Беларусь и Россия будет свободной. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok